Ужастик! Где-то в центре Москвы. Квартира в центре Москвы и всего за 500 рублей? В чём подвох? Никаких подвохов, чувствуйте себя как дома. Только не трогайте ковёр на стене. Ковернормальное явление. Это паранормальная, паранормальная квартира. Зловещая и с духами, но зато своя. Какая классная квартира. О боже, что это? Это же плед из Икеи. Такого сейчас не найдёшь. Погоди, а это что? Что это за кукла? Почему у неё выражение лица такое, как будто бы она в марте купила доллары по 135? Давай выкинем её. Давай оставим. Я в детстве как раз о такой мечтала. Хреновое у тебя было детство. Ой, простите, жену забыл. Пойдём, дорогая. Хреновый у тебя вкус. Так, ладно, снимаем это старьё. Давай. Дорогой, что с тобой? У меня что-то вселилось. Что оно делает? Что оно делает? Велосипед? Я за экстрасенсом. Пара нормальная, а вот квартира парно-нормальная. Согласен, не ахти какой, но всё-таки прикол. Я экстрасенс, вот мой диплом демонолога. Да уж, чему только не учат в синергии. Мне кажется, в нашей квартире злой дух. Что вам о нём известно? Он заставляет делать меня спортивные упражнения. Всё логично. В здоровом теле здоровый дух. Он просто готовит тело, чтобы переселиться туда. Но где он сейчас? Я чувствую его где-то здесь. Это обиталище, обиталище злых духов. Так вот зачем у всех в стране висят эти ковры? Я же говорил не трогать ковер. Теперь духи выбрали тебя. Я вызываю всех адептов культа ковров на стене. Погодите, адепты это бабушки? Давайте как-то договоримся. С бабушками нельзя договориться. С ними можно только покумекать. Бежим! Вы взяли все реликвии для завершения обряда. Тогда начнём. Нет! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот и всё! Нет, дорогой, я спасу тебя! Я выбью из тебя этого ковродемона! Эта история основана на реальных событиях. После этого случая ковродухи навсегда покинули этот мир. И теперь каждый может испортить стену так, как ему вздумается. Как вам ужастик? Фантастик! Мафия! Криминальный мир изменился. Всё большее влияние набирает семья феминисту. То есть ты приходишь ко мне, делаешь мне маску для лица, но ты делаешь это без увлажнения. Лицо со скрабом. Да, нет. Семья феминисту никогда не будет заниматься ботоксом, потому что на него подсаживаешься. Глазом не успеешь моргнуть, и ты уже глазом не можешь моргнуть. Донка, вам послание! Рука с поварёшкой? Это от Дона Сексисто. Они намекают, что наше место на кухне. Но как они узнали наш адрес? Похоже, в нашей женской банде завелась крыса. Ты! Найди её и прикончи! Донка, они захватили наше самое любимое место для фотосессии. Чёрт, только не фитнес-клуб! Тем временем в фитнес-клубе. Спагетти, равиоли и пицца. Песто, пармезан, баланьесе. Пепперони и с майонезом. Бутерброд с майонезом. Всё это плещется здесь, тудым-сюдым. Но сейчас я сожгу весь этот жир. Скоро мы переделаем этот бабский фитнес-центр в качалку. Но что изменится, папа? Запах. Эти бабы совсем обнаглели. Сначала женщина за рулём, потом женский футбол. А дальше что? Они научатся дружить. Сексиста этого не допустит. Следующая наша цель – главное логово женщин. Караоке! На следующий день в караоке. Устроим феминиста, мы настоящий ад. Хотела в караоке, но отвезём её за МКАД. Там её мы закопаем. Сынок, сынок. Ну-ка, дыхни. Ты что, поёшь в караоке трезвый? Да, папа, я люблю петь. Что? Мужик должен петь лишь в одном случае. Если эта песня «Сектор Газа» 30 лет, и ему сегодня 30 лет. Кто пришёл? Донка-плоскодонка. Повернись. Отлично. Теперь обыщите её. О-о-о, потанцуем. В этом городе слишком тесно для нас двоих. Да и для тебя одного тесновато. Ещё раз так пошутишь, и я вырву тебе позвоночник. Ха-ха-ха-ха, мне плевать, я феминистка. Мне не нужна поддержка. К тому же я устроила тебе засаду. Я это знал. Потому что заслал к тебе крысу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чёрт, разгадка была прямо под носом. То есть, пока ты работал на нас, на самом деле ты работал на них, чёртов эрда-гангстер. Я так и знала. Я видела. Он же с нами в душ ходил. Да-да-да-да-да-да-да-да. Мы вас уничтожим. Да что мы вам сделали? У нас была договорённость. Мы водим машины. Вы трамваи. Мы готовим шашлык. Вы всё остальное. Мы храпим. Вы, честно говоря, тоже. Вам крышка. Не так быстро. На самом деле я полицейский. Так ты крыса ещё и крот? Да, я круто крыс. И я всё записал. Всё это время у меня был микрофон. Вот он. Более того, у вас всех были микрофоны. Прямо на щеке. Более того, это всё снималось на камеры. Более того, вы всё это творили прямо на глазах у судей. Более того. Ну что, мать твою? Сейчас я прикончу, мать твою. Что, мать твою? Так она, мать его, мать моя? Да, мать твою. Я, мать его, мать твоя. Твою мать! Мы были одной счастливой семьёй. Счастливой, но потом ты увлёкся дебильными слайд-шоу и изменил мне. Как ты мог? Сынок, вернись. Я дам тебе всё. Придёт время, и ты займёшь место отца. Точно я, а не Вал Диспельдж? А то всякое бывает. Точно. Хватит трепаться. Сейчас я вынесу тебе мозги. У тебя не получится. У тебя же даже нет пистолета. Ой, а кто мне его не купил? А, главное, у всех есть одна я хожу, как дура. Что ты творишь, а? Ты посмотри, на кого ты стал похож. Ты борешься с женщиной, а надо бы с холестерином. Что ты делаешь? Правильно, мне мама говорила, спи головой к северу, а не с этим неудачником. Хватит! Ну всё. Сейчас я заставлю тебя страдать, феминисту. Я оплачу за тебя счёт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Произошло то, что и должно было произойти. Сексисты и феминисты взаимоуничтожились. Выжил только их сын. Он основал новую семью. Семью Адеквато. Перед вами выступато весело шутито. Уже второй сезон бандито и синьорита. И в этот раз мы не сдаватое писато ночами, Чтобы в финале встретиться с Доном Масличани. Прошлый разу нам чуть-чуть не хватит. Две десятое и бомбико. Мы чемпионито. Мы хотели доказать Что Дону Константину, что мы чемпионов. Субтитры сделал DimaTorzok Как вам криминал? По-моему, финал. Из России ушел Голливуд. А если ушел Голливуд, То подтянется Болливуд. О, одна четвертая. Сложная игра. Где же наш герой, который нас спасет? Как же удобно, что Влада теперь нет подушка безопасности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можете начинать приветствие. Только скажите Алла Михеева, Что она сладкий буболех. И передайте ей от меня этот... Тише, тише. Потише. Воздушно-капельный поцелуй. Ну и зачем вы индусов раскидали? Не на корову же играем? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Или я чего-то не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ В скатерти так и хожу. Илья, у тебя же вот жена есть, да? А это как вообще? Нормальная тема? Просто мне вот предложили женой стать. Это не за шквар? Да нет. А у нас в команде все женаты? Мы нет. А вам что мешает? А, российское законодательство. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Миниатюры. АПЛОДИСМЕНТЫ В кино все важные сделки совершаются на поле для гольфа. Представьте, если бы такое было в реальной жизни. Меня заинтересовало ваше объявление на Авито. АПЛОДИСМЕНТЫ Какое именно? Флисовый комбинезон. АПЛОДИСМЕНТЫ Семьсот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы вообще за рынком следите? Шестьсот пятьдесят. Слушайте, девушка, я знаю цену флисовому комбинезону. Семьсотый точка. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, я вас поняла. Меняю на чемодан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Бренды ушли, и мужьям приходится выкручиваться. Ах ты чё, бля, ах ты чё, ах ты чё, ах ты лакост-то, блин, а? Ах ты чё, тихо, 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 тихо. Лёша, что это? Что, что, что? Это твоя сумка. Ох ты, ё. А если останется, то я ещё и коробку передач обтянул. Где ты его взял вообще? В зоопарке. У прохожих на виду, прикинь. Чего? Чего-чего? А ты откуда думаешь, у тебя леопардовые леггинсы? Ах ты, ё. Так, всё-всё-всё. Не нужна мне никакая сумка. Я понял. Давай тогда туфельки примерим. Суиножку. А мы заметили, что фудкорт — это место, которое притягивает странных людей. Сразу скажу, я не ищу серьёзных отношений. Мне просто нужен наследник. А вы, кстати, знаете, что ковры на стену вешают ковродемоны? Что? Вы еврей? Женщина, с вами всё в порядке? Всё великолепно. Я недавно прошла курсы лично с Новороста и теперь нахожусь на высшей ступени развития. Вы находитесь в KFC. Тоже любите крылышки? Так, всё, я пошёл. Герман, иди сюда, я нам столик заняла. Сегодня в российских кинотеатрах в зале может оказаться интереснее, чем на экране. Это словно читаешь книгу. О каких отношениях вообще может идти речь, если ты даже не помнишь, что на мелодрамах я люблю есть солёный попкорн? Солёный? Ну чё? На, поешь. Если ты ещё хоть раз ударишь меня попкорном... То что, что, что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь, потому что ты никогда ничего для меня не делаешь. Я вообще-то нам столик на фудкорте заняла. Спасибо тебе, девушка года, блин! Аплодисменты! Браво! Браво! Не ори на мать своего будущего ребёнка! Что? Так вот почему тебя на солёненькое потянуло. Но почему ты молчала? Да потому что это вообще может быть и не твой ребёнок! Чувукайте! Всё, это мой, мой, мой! Чё ты делаешь? Чё ты делаешь? Зачем ты меня провоцируешь? Почему ты при всех просто берёшь мою душу и на маленькие кусочки рвёшь? Почему, придурочная? Я просто не могу! Прости меня, я был не прав! Я воспитаю ребёнка как своего! Какой же ты у меня дурачок! Ооо! Давай начнём всё сначала! В главных ролях! Обещай, что не поднимешь на меня руку! Обещаю! Марат Башаров И перестанешь ходить в этом рванье! Дмитрий Нагиев Я буду всегда тобой гордиться! Моя ты золотая! И Анна Щербакова АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а если серьезно, команда «Цыган» еще ни разу не выигрывала в высшей лиге. Неужто среди них не нашлось нормальных попрошаек? Ну а если честно, серьезно, время сейчас, конечно, непростое. Но если мы с вами в восьмом классе «Паст Пёфект Континьюс» осилили, то и с этим временем как-нибудь справимся. Команда «КВН» и меня. Спасибо. А мы заметили, что детективы все выходят и выходят. Выходят и выходят. Выходят и вы... Кажется, еще один вышел. Надеюсь, последний. Где-то на месте преступления. Детектив, вы уже осмотрели тело? Извините, я прикорнул. Очень странная смерть. Он умер стоя. Опять? Может быть, пора дать этому маньяку прикольное прозвище? Может, вертикал? Не, давай еще подумаем. В фильме «Вертикал». Где ты, вертикальный убийца? От детектива не скрыться. Хотя, может, и скрыться. Надо дальше смотреть. Он умер не от бензопилы. Но дождемся результатов экспертизы. Где нам найти маньяка? На интервью у Собчак искали? Там ничего. Тогда придется использовать мой метод. Какой? Я подхожу к любому прохожему и говорю. Время раскрыть карты. И если он делает так... Ха! 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 То это убийца. Вперед! Где ты, вертикальный убийца? Дальше не переделал. Вдаль уносишься. Ты не молчи. Детектив, скажите, а он прям вот, прям вот по-настоящему мертв? Или это как с дефолтом? По-настоящему. А вот и судмедэксперт. Время раскрыть карты. А, ладно. Отбросим этот вариант. Ну что, перейдем к опознанию? Это он. Негодяй. Как ты мог оставить меня одну с этими миллионами долларов на счетах? Бедняжка. Где же она их теперь обналичит? Погодите, погодите. Но ведь это ваш второй муж. А что случилось с первым? Он погиб. Несчастный случай. Он был дегустатором. Если вкратце, мой муж объелся груш. Соболезную. Простите, дедактив. Я так больше не могу. Мне нужно побыть наедине со своим любовником. Понимаю. Так, что тут у нас? Черт, он умер. И тоже не от бензопилы. Это тот же почерк. Напарник, что думаете? Я уверен, это не вдова. Она слишком подозрительная. Обычно убийца оказывается самый неприметный, безликий, серый человек. Да при чем здесь Олаф Шольц? Ладно, продолжайте работу под прикрытием. Где ты? Может быть в караоке. Может на вода в воде. Может быть ты собака, что по пляжу бежит. Ах, я уже совсем ничего не понимаю. Как же все запутано. Будто бы пересадка на Китай-городе. Куда ведут все эти нити? Здрасте. Так, так, так. Кто тут у нас? Вдова и брат-близнец убитого. Сразу видно распущенная женщина. Самое время вас допросить. Где ты? Может быть на балконе. Или может быть в зале. Если в зале, то махни мне рукой. Ты мне сейчас все расскажешь. Лампу опусти, у меня шелак не досох. Короче, это реально было непросто жить в одном доме с мужем и его братом-близнецом. Однажды я даже перепутала и случайно переспала с мужем. Я же говорил, женщины все рассказывают на маникюре. Продолжайте. Что вы делали в 20.02? 20.02. Я смотрела на время, думала, как прикольно. И туда, и обратно одинаково. Я тоже так делаю. Погодите, а что вы делали в момент убийства? Ой, это вообще прикол. Я пыталась убить мужа. Значит, у вас есть алиби. Время раскрыть карты. А, ладно. Напарник, что думаешь? Черт, напарник. Вертикал просто играется со мной. Он всегда на шаг впереди. Кто же это может быть? Кто? Кто? Точно. Я знаю, кто убийца. Где ты? Вертикальный убийца. Вот ты и попался. Время раскрыть карты. Ха! Ес! Ха! 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 Вы спросите, почему именно он? У меня закрались первые смутные сомнения, когда он выбежал на место преступления и начал петь. Он каждый раз был буквально на шаг впереди меня. Да все поняли. Результаты судмедэкспертизы готовы? Вот пазл и сошелся. Вот как все было. Я, подозревая, что в доме номер восемь намечается что-то неладное, зашел проверить обстановку и немножечко прикорнул. Первым в дом пробрался маньяк с подтанцовкой. Он уже завел бензопилу, но я героически спас жертву. И он трусливо бежал. В этот момент зашла жена. Дорогой, не хочешь сорок восемь груш? Что является смертельной дозой для человека. Тут убитый заметил меня и принял за любовника жены. Он прогнал жену и из ревности решил разрезать меня бензопилой. Но потом задумался. Какого черта тут делает бензопила? И тут он умер. Потому что бензопила была отравлена. Но кто отравил ее? Вы невнимательно смотрели мой флэшбэк. Кто-то забрал бензопилу. На месте преступления был еще один человек. Время раскрыть карты. А, 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 а. И я понял, что он вертикал сразу, как только он начал хлопать. Вы спросите, в чем же был его мотив? Вспомните, в каких позах умерли жертвы. Это было не просто убийство. Это было послание. Послание всем тем, кто убил лучшую музыкальную программу Первого канала. Валдис. Я угадал, виновна вас в трех убийствах. Вертикал с Валдисом Пельшем. Смотрите в кинотеатрах. Все равно ничего лучше там сейчас нет. Как вам детектив? Креатив! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова